Всем привет, с вами InformTV. Биография Светланы Чуйкиной не похожа на сказку, когда судьбу Золушки или, например, спящей красавицы в одночасье меняет принц на белом коне. А все потому, что актриса всего добилась самостоятельно. Эта талантливая блондинка настолько целеустремленная, что положила дорогу от малоизвестных театральных ролей до съемок в большом кино и популярных сериалах. Вы ее знаете по таким работам, как Нина, Лола и Маркиз, Парижская любовь Кости Гуманкова и так далее. Театральный вуз она закончила в Саратове. Была старательной студенткой, поэтому общению с сокурсниками предпочитала чтение учебников. По слухам, у Чуйкиной было весьма забавное прозвище – Епиходов 33 несчастья. А все потому, что из-за своей рассеянности блондинка постоянно попадала в курьезные ситуации. В 97-м Светлана получила красный диплом. Сразу же после института она поступила на службу в Саратовский академический театр драмы, где выступала в классическом амплуа. Но вскоре она решила покинуть труппу и уехала покорять сердце России – в Москву. А вот столица, как известно, слезам не верит. Ей приходилось работать уборщицей в салоне красоты. Чуйкина рассказывала, что денег не было даже на еду. Порой приходилось питаться одними макаронами. Но все-таки этот тяжкий труд оказался полезен актрисе, ведь она каждый день наблюдала абсолютно разных женщин и изучала их типажи. Это очень сильно помогло в дальнейшей карьере в кино. Все это время она пороздила кастинги и кинопробы и вскоре попала в один независимый фильм, а также мини-сериал «Нина». Именно этот мини-сериал, где девушка исполнила главную роль в мгновение ока, завоевал любовь телезрителей. В 2002 году ей посчастливилось появиться в «Бригаде» – культовом сериале, который вошел в историю российского кино. Далее в 2004 году была мелодрама «Парижская любовь к Костю Гуманкову», а после «Лола и Маркиз», а также «Громовы». Вскоре Светлану уже знали все режиссеры. Она снималась практически в каждом сериале. А вот личная жизнь у девушки образцово-показательная. У нее есть любящий муж Вадим и сын Никита. Ни она, ни ее муж не замечены в каких-то любовных похождениях на сторону. У них прекрасная семья и прекрасный маленький сын. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!